И сегодня мы узнаем о такой исполнительнице, как Нина Хаген. Уроженка Восточного Берлина Нина Хаген, чье настоящее имя Катарина Хаген, появилось на свет 11 марта 1955 года. Ее мать была известной актрисой, а место отца сценариста спустя несколько лет после рождения дочери занял отчим, по профессии поэт-песенник. Последний также являлся диссидентом, и в 1968 он стал одним из организаторов демонстрации против отправки немецких полицейских на помощь советским войскам во время их вторжения в Чехословакию. Нина также приняла участие в этом мероприятии, за что ее выгнали из пионеров, а позже не дали поступить в драматический колледж. В 16 лет девочка бросила школу и уехала в Польшу, где начала музыкальную карьеру. По возвращении в Германию она прошла курс обучения вокальному мастерству и работала в таких командах, как Фриценс Дамфабанд и Аутомобиль. В последний из них Хаген добилась известности, а кроме того, в середине 70-х с помощью матери начала сниматься в кино. В 1976 ее отчима за диссидентские настроения выставили из ГДР, и вся семья перебралась в Западную Германию. Почувствовав запах свободы, Нина отправилась в Лондон, где в то время бурлила панк-революция. После общения с представителями нового движения Хаген вернулась в Германию, где тут же собрала собственную группу, названную Нина Хагенбанд. В 1978 году вышел дебютный альбом, который благодаря хитам Тифау Глотца и Ауфум Банховцу вознес команду на вершину славы. Несмотря на то, что данная работа подавалась как панковский опус, большинство номеров было сделано в духе новой волны. Особый же интерес вызывало далеко не прямолинейное пение Нины. Со своим диапазоном в 4 октавы она легко занималась голосовой эквилибристикой, переключаясь на разные стили от оперного сопрано до хрипатого рок-вокала. Несмотря на успех, после гастролей из-за натянутых отношений с партнерами Хаген решила распустить команду. Однако ее связывали контрактные обязательства, и поэтому в рамках Нина Хагенбанд был записан еще один альбом. Унби Хаген с наиболее интересным моментом в виде открывашки Африкан Регги чуть-чуть не дотянул до вершины национального чарта. Но Нина уже нацелилась на покорение международного рынка и в начале 80-х перебралась в Америку. В 1982-м вышел по-настоящему сольный альбом Non-Sex Monk Rock, представлявший собой диссонансный коктейль из новой волны, оперы, постпанка и некоторых других примесей. Причем в текстах рассматривались такие разнообразные темы, как материнство, наркозависимость, религия и НЛО. С его помощью Хагенбанд проникла в чарты билборд, а для закрепления позиций две следующих работы она выпустила в двух вариантах. На немецком и на английском. Первый из этих альбомов Angst Loss, который принес певице хит New York, New York, продюсировался Джорджо Мородером и потому был прочитан в интонациях диско. На In Ecstasy Нина вернулась к стилевому коктейлю, причем доходила до смешения Калинки-малинки с регги в русише регги или панк-обработки классики Фрэнка Синатры My Way. Но эта программа имела меньший спрос. Хотя во второй половине 80-х популярность Хаген стала снижаться, ее концерты, где зрители имели возможность посмотреть на умопомрачительные наряды и прически певицы, по-прежнему представляли большой интерес. В этот же период Нина много рассуждала об НЛО, делала политические заявления и вела компанию в защиту животных. В 1989-м певица перешла с лейбла CBS на Mercury Records, отметив это событие выпуском диска Нина Хаген, на котором соседствовали поп-кавер Му Волвы и ее любимицы Дженнис Джоплин, политический рэп Михаил Михаил и Аве Мария. Примерно в это же время Нина переехала в Париж, где под влиянием Жанна Поля Готье резко сменила свой имидж в классическую, гораздо менее авангардную сторону. В 1991-м году Хаген стала хозяйкой собственного шоу на RTL Plus и записала Disc Street, характеризуемый электронно-фанковым и поп-джазовым саундом. Примерно так же звучал и студийник Revolution Ballroom, но затем Нина вспомнила, что ее не зря называют матерью немецкого панк-рока, и в результате на свет появился разухабистый альбом Freud Oich, причем его англоязычная версия Be Happy была записана при участии Диди Рамона. Впрочем, Хаген не замыкалась на музыке и в 1998-м обзавелась еще одним ТВ-шоу, на сей раз научно-фантастическим. Годом позже вышел альбом Om Namah Shivai, на котором певица отдала дань своему безмерному увлечению и индийской культурой. Параллельно с этой совершенно некоммерческой работой Нина записала дуэт с индустриальщиками УМФ, а в 2000-м уже самостоятельно вернулась в германские чарты с программой Return of the Mother, призывавшей человечество изменить свои взгляды. Работа представляла собой смешение индастриала и танцевальной электроники, а закрывала альбом мантра Хишива Шанкара. Кроме того, индийская тема нашла также отражение в турне 2002 года «One Thousand and Date Indian Nights» и в фильме «Om Gottes Willens», продюсированном самой Ниной. В 2003-м разносторонняя Хаген сотрудничала с финскими виолончелистами «Апокалиптика» в рамштайномском кавере «Зиман», а также заготовила подборку джазовых стандартов «Биг-бенд Экспложен». Исследование эпохи биг-бендов было продолжено и на альбоме «Irgendwo auf der Welt», а в следующий раз, в соответствии со своими новыми религиозными взглядами, Хаген записала госпел-пластинку «Personal Jesus», который дал название кавер знаменитой «Вещицы Депешмот». Евангелические темы перекочевали и на альбом «Folksbit», но здесь к ним добавились антивоенные номера и песни о борьбе за гражданские права. Кроме того, англоязычные тексты сменились немецкими, а во многих вещах, в отличие от относительно мягкого предшественника, дали о себе знать панковские корни. На протяжении десятых Нина занималась общественной деятельностью, а также работала в кинематографе, а вот ее очередной студийник вышел только после 11-летнего перерыва. Альбом «Юнити» получился разносторонним по ряду параметров. В нем смешивались рок и электроника, библейские сюжеты и современная политика, а также немецкий и английский язык. Впрочем, такая эклектика пришлась слушателям по душе, и диск отметился в национальном ТОП-40. Самый известный скандал с участием Нины Хаген произошел в 1979 году, когда на одном из телевизионных ток-шоу певица сымитировала мастурбацию. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok